Привет, GQ. Роман Нагучев, я Карен Адамян. Привет, GQ. Нас позвали, чтобы мы определили, кто разбирается в футболе лучше. Да, нам дали вопросы. У него свои, у меня свои, но не дали ответов. В конце мы получим 18 миллионов долларов. Но я бы хотел сказать, что Роман Нагучев — это просто, блин, футбольная энциклопедия. Ну, подтверди. Нет. Проиграй лоху. Все, поехали. Пусть все думают, что ты проиграл тому, кто ничего не знает. Первый вопрос мой. Да. Рекорд, ну это слишком просто для тебя. Давай. Рекорд какого футболиста по забитым голам за сезон в Бундеслиге побил Роберт Ливандовский в сезоне 2021? Герда Мюллера. Сколько было забитых голов хотя бы? Скажи, потому что чуть сложнее. Ливандовский забил. Сколько? Ливандовский — 41. Причем 41-й забил Аугсбургу в добавленное время в последнем туре, в последнем матче. Но ты же понимаешь, да, что он, допустим, ответил, а я не знал. Я такой, да, так и было, да, 41 в последнем туре, да. Может быть, я сейчас показался бы как плохой человек, знаешь. Я один думал, что так можно делать. Ты все такая, знаешь, ты просто святая, просто так нельзя было. Реально, это меня характеризует как плохого человека. Ладно, хорошо. Хорошо. Поэтому тебе микрофон из порнухи повесил. Теперь я задаю вопрос. Мы наконец-то определились с правилами. Начало можно не переписывать. Какие клубы выигрывали Бундеслигу в 21 веке? Напомню, что 2000 год — это еще 20 век. Так, окей. Бавария, Барусия, Дортмунд. Давай скажу еще Байер. Бавария, Барусия, Байер. Кто еще? Вольсбург с Джекой и графитой, конечно. И таблицу можно открыть? Эта команда сейчас есть? Нельзя! Просто вспомнить команды. Это команда... Не, Карен, давай так... Немецких клубов, что ли, не знаешь? Я сам, я сам. Тем более здесь времени нет. Так, у нас нужна сильная команда. Люди смонтируют. Но хотя это же Германия. Сегодня ты первый, а завтра ты последний. Так, смотришь ты мне? Я просто смотрю. Не смотри так. Вы самая слабая звена. Ты хочешь сказать очевидный ответ? Да. Ну, самый очевидный, но очевидный. Давайте сразу я сдаюсь. Ты отвечай правильно. Ты обалдел. Ты что, в немецких клубах не знаешь? Ну, давай Шальки назову. Бавария, Боруссия, Байер, Вольсбург, Шальки. Нет. Я знаю, да. Давай. Правильно. Бавария, Боруссия, Дортон, Вольсбург, Вердер, Штутгарт. 2-0, что ли? Да. Ну, давай. Вот тут невозможно, чтобы ты ответил, мне кажется. Сколько натурализованных футболистов играли за сборную России? То есть, для понимания, кто-то, может, не знает, это условный испанец, который получил русский паспорт и играет в сборной России. Есть вопрос, есть вопрос, а украинцы считаются натурализованными игроками или нет? Просто в начале 90-х было 8 человек, украинцев, некоторые из них воспитанники Киевского Динамо, которые стали игроками сборной России. Давайте, хорошо. Роман Нойтштедер, он немец. Константин Рауш, тоже немец. Естественно, Марио Фернандес, он бразилец. Так, кто еще? Гильерми, 4, вратарь сборной России. Наверняка я кого-то еще упустил, 100%. Ты знаешь, что однажды один мужик далеко прошел в, кто хочет стать миллионером, по такой схеме, у него был в кармане телефон на вибрации. И в зависимости от гудков, то есть 4 гудка, да, один гудок, значит, вариант А, два гудка, значит, вариант Б, три гудка С, четыре Д, и мужик дошел очень далеко, и забрал бабки, что ли, или что-то такое. Вот есть один такой кейс, прикинь. Не, а потом спалить-то в итоге? Нет. Рауш Нойтштедер, Марио Фернандес, Гильерми. Ари. Ари считается, он сыграл один матч за сборную России против немцев. Конечно, его забыл. Ну все, а я еще ничего не говорил, зачем ты мне подсказал. Наверное, все. Пятер. Ты проиграл. Прикинь, Юрий Ладыгин, оказывается, был греком. Все это время, ну, учитывая, что он играл за Ксанти, и Станислав Черчесов, кстати, рассказывал, что он открыл российскому футболу Юрия Ладыгина, он его увидел, вот, как бы, не то, чтобы прям натурализовал, но... Кто из ныне работающих российских тренеров является самым титулованным специалистом страны? Давай не будем торопиться и просто назовем Юрия Павловича Семина. Юрий Семин, самый титулованный тренер из тех, которые сейчас работают. Давай посчитаем. У тебя тоже есть сомнения, да? 700 кубков, да? Уже много. Ну, кубков очень много взял. Кубков много. Чемпионств в три. Да, 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 да. Да, подмазывайся к моему ответу, конечно. Я же так никогда не сравняю счет. Ну, я уверен, что не он, потому что Юрий Семин был бы слишком легким ответом. У нас был Ладыгин только что, натурализованный. Значит, наверняка это не так. Рахимов не выигрывал. Потом, какие у нас там еще команды есть, Арсеналы, Стулы. Ромыч, Ромыч, по-любому Семин. Да нифига подобного быть не может. Ты можешь просто сказать, что ты не знал. Сергей Богданович, только трижды чемпионств выиграл Суперку. А ты, кажется, не знал. Юрий Семин? Один-один. Ты просто... Тут у людей пленка закончится, пока ты размышлял. Давай, я задаю вопрос. Сколько раз бразильцы становились чемпионами мира? Назовите годы. Надо назвать годы. Ты сможешь назвать годы? Напиши их. 2002-й, а 1994-й — это все, что я назову. Серьезно? Потому что 1994-й — это итальянцы. Проиграли. Слушай! А до этого? До этого? До этого я не знаю. Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира 58-го года, 62-го и 70-го. Правильно это? Я причем не сомневался, что ты такое знаешь. Давай, твой вопрос. Такое? Что тут знать? У меня была кассета «30 лет истории футбола», я ее затер до дыр. Я порнуху реже смотрел, чем эту кассету. Игрок какой команды первым в истории футбола получил желтую карточку? Я вот сейчас себе напишу эту команду. И если ты угадаешь... Дай подсказку, давай. А мы получим по одному очку. А-а-а. Ты уже записал, да? Да, она вот записана. Черным по желтому. Без подсказок, да? Но это очень известная история. Супер известная. Первая желтая карточка в мире? Да. В мировом футболе? Да. Первая желтая карточка. Супер известный историк. Игрок какой команды ее получил? Русский? Да. Советский человек, да? Советский. Очень советский человек. Ну, серьезно. Да. Это не ловчим? Нет. Но ты угадал же, что это советский человек. А вопрос был такой. Игрок какой команды первым в истории футбола получил желтую карточку? Динамо Киев. Это, мне кажется, неправильный ответ. Ты тоже написал Динамо Киев? Нет. Сборная СССР. Ловчев получил вторую желтую карточку. Я был так близок. У нас... Ладно, хорошо. В Европе есть два аэропорта, названных в честь футболистов. В каких городах? Я знаю только один. Это в Белфасте имени Джорджа Беста. А вот второй... Очко мое. Это очко мое. Так, подожди, сейчас, сейчас, не твое. Я еще думаю, я скажу, когда сдаюсь, когда... Сдавайся. В Голландии нет такого аэропорта. Там уже в этот... Схипол. Давай, сдавайся, хорош. Когда садится самолет в этом городе, никто не аплодирует, а все вместе кричат. Си... Это Мадейра. Мадейра Криштиан Роналду. Аэропорт имени Криштиан Роналду. Недавно же назвали. Я все пропустил. Аэропорт имени Криштиан Роналду. Мадейра Фуншал, наверное, да? Это же родной город. Ну, от Мадейра. В игре, в игре, в игре. Давай, твой вопрос. Блин, ты сейчас сравняешь счет. Мне неинтересно так. С какого года сборная России или СССР не играла на Олимпийском футбольном турнире? Боже. Пусть это будет в 88-й год. Сколько раз в Манчестер-Сити выходил в финал Еврокубков? Два. Второй раз. Два раза играли. Так, а я назову тогда один раз. Почему? Мне кажется, кроме этого ничего не было. А я кроме этого ничего и не помню. Но мне кажется, что один... У них в истории ничего такого не было. Есть офигенно крутой момент в истории Манчестер-Сити. Когда Деннис Лоу, легенда Манчестер-Юнайтед, уже играя за Манчестер-Сити, забил победный гол в игре против Манчестер-Юнайтед, и Юнайтед вылетел из высшей лиги. Классно. А Сити остался. Так, я говорю один, финал ты говоришь, два. Ответ. Сколько главных тренеров работало в Манчестер-Юнайтед после завершения эпохи сэра Алекса? Я записываю себе. Сейчас я тоже. У тебя много там, что ли? Всех... Сколько написал? Пять. Подожди, у меня пока не пять. А вдруг я ошибся? Вряд ли, вряд ли, Ром. Ты написал деда из игры в кальмар. Давай. Давай. Итак, ты называешь, я говорю, есть он у меня или нет? Ты вопрос задавал? Да. Так я, ладно. Карл Ушкейрус? Нет. Он же тренировал. Ах, сказано же сколько. Не фамилия же, да? Вопрос в чем? Сколько? Сколько у тебя осталось? У меня пять. Всего пять? Да. Моис, Сульшер, Вангал, Маурини. Моис, Вангал, Сульшер, Маурини, Гиггс. А, Гиггс, да. Я прав. Кто стал чемпионом Италии в 2006 году? Учитывая, что это Кальчополе, то Интер. Да. Вот так. В 21 веке? Хотя бы свежо. Давай. Я, кстати, не знаю этот вопрос. Ответ на этот вопрос. Я тогда тем более, да? Давай. Сколько клубов подсоветского пространства играли в групповой стадии Лиги Чемпионов? Отсчет ведем после распада СССР. Это невозможно ответить, мне кажется. Но речь о групповой стадии. Почему? Ты серьезно? Да, вот сейчас. А-а-а. Знаешь, я сейчас сидишь, сидишь, и все-таки. Меня раздражают такие люди. Да, очень ненавижу. Ненавижу таких людей. Написал в рамках? Да, да. Твали. Да, ребят, я вначале сказал, не вырезайте это, пожалуйста. Рома Нагучев, блин, Википедия просто футбольная. Ну, все, кто с ним работают, это знают. Да это простые вопросы. Что за бред? Это все знают. В групповом этапе надо было. Хватит. Ладно, давайте отвечать. Давай. Ты задавал вопрос, я отвечаю. Мы сразу выкидываем Спартак-Москва. У тебя он тоже есть, наверное. Да, разумеется. Ставлю плюсик. Зенит. Угу. Который тоже играет. Можно чуточку быстрее. ЦСКА. Да. Локомотив, естественно. Выкидываем. Я тут сейчас... Сейчас добавлю локомотив. Как раз мне не устал. Нет, нет, нет. Дальше. Пошли не московские клубы. И поэтому вот здесь где-то и будет интрига. Рубин Казань. Конечно. Есть. Краснодар. Серьезно? Да. Но ты тоже проиграешь. Я знаю, какую ты не назвал команду. Ну, давай. Все, да? Дальше я тогда говорю. Давай. Шериф. Есть. Динамо Киев. Есть. Шахтар. Да. Батэ. Да. Карабах. Нет. Астана. Ростов. Нет, Карабах тоже был. Карабах точно. В этом сезоне. Карабах проиграл Челси 0-6. Да, да, да. И к тому же есть еще Астана, которая играла с Атлетико 2-2. Так что 13 команд. Но я больше назвал. А мы кто ближе. Почему? Мы назвали одинаково. Просто ты не назвал Астану, а я назвал Карабах. А ты назвал Карабах. У тебя не было Астаны. Вот. Последнее приписано. Нет, не последнее. Вот. Астана вот, а Батэ вот. Да, но это был хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Да. Какое из этих понятий Станислав Черчесов не отнес к категории запрещенных в сборной России? Давай. Не отнес. Нет. Давай. Товарищеский матч. Любимчики. Легионер. Запасные. Ротация. Я вообще не знаю, если честно. Чтобы найти преступника, надо мыслить как преступник. Вот тут же так же нужно мыслить как Черчесов. Ему точно не понравилось бы слово «любимчики». Он бы сказал «любимчики» у твоей матери. Мамочки. У мамочки, да. Что-то такое бы он мог сказать. Запасные? Нет, это ты. Запасные только колеса. Запасные только колеса. Так, дальше. Запасные точно нет. Ротация? Это что? Корень рот? Это что-то связанное с болезнью, да? Короче, вот. А вот легионер... Как будто легионер сложно, чтобы прикопаться к этому слову. Легионер? А ты что, из Рима? Легионер или ротация? У нас нет ротации. Хотя нет, это называется ротация. Вообще, во меня вселяется. У нас нет ротации. Мне больше нравится запасные. Почему запасные запрещены? С чего ради-то? А, ну типа мы вся одна команда, не запасные. Все, хватит думать. Не, все. Я беру «любимчики». Мне кажется, что это просто, ну как бы, как это запретить? Легионер? Легионер не был запрещен. Единственный французский клуб, который я сейчас здесь напишу, который победил в Лиге Чемпионов. А, это я знаю. И кто это? Маршель. Правильно. Хорош. Алили Блёк? Кто забил тысячный гол за лондонский арсенал в Премьер-лиге Англии? Тысячный гол? Ну, Ром, давай, это же просто. Все знают, Ром. Это же все знают. Это же простые вопросы, Ром. А что ты так не разговариваешь со своими гостями в машине? Потому что они кнопку могут нажать и отмудохать тебя. Так, тысячный гол. Наверное, это какой-то... Еще смешно, что я знаю, кто забил тысячный автогол в Бундеслиле. Вот это вот меня беспокоит. Мне надо будет с этим к психиатру обратиться. Спасибо большое. А вот кто забил тысячный гол за арсенал, более попсовая история. Не знаю. Мне кажется, что это вполне мог быть Андрей Аршавин. А, это не Аршавин. Это Шкодран Мустафи. Последний вообще игрок арсенала, которого я мог бы вспомнить. Да, нет. Шкодран Мустафи, который вылетел из Шальки во вторую Бундеслигу. Чемпион мира. Пока. Сколько раз киевская Динамо выигрывала чемпионат СССР? Ты проиграл. А ты знаешь? Нет. Нет. Варианты ответов есть. Есть? Да. Серьезно? 7, 13, 10 и 14. Ну, давай я назову что-то я верю в 13. Я назову 13. А ты тогда вот называй. Что ты называешь? Тоже написал 13. Итак, правильный ответ. Я поздравляю тебя, потому что я не знал такого. Вот и все. Роман Агучев, друзья, в этой стране разбирается в футболе лучше всех. Я поздравляю тебя. Ну, то, что я еще бился с тобой, я считаю уже своим неплохим достижением. Спасибо большое. В целом, ты мог лучше, кстати, сыграть. Вот такая викторина, это единственный случай в жизни, когда мне эти знания пригодились. В быту. Всем пока. Читайте GQ, смотрите GQ. Подписывайтесь на канал Карена Адамяна. Подписывайтесь на мой канал. Для вас комментировали Карен Адамян. Роман Агучев. Всем спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok